Эта дорога по улице Макаренко села Никола-Березовки ходи проходит через частный сектор, но имеет высокий трафик, говорит жительница улицы Наиля Нардисовна. Это доставляет немало хлопот ей и всем соседям. Ремонт дорожного покрытия помог бы избавить от ряда проблем, которые преследуют людей несколько лет. Машины мчатся, грузовики, которые возят гравий, песок и так далее. Пыль поднимается столбом до 15 метров, несмотря на это зима, осень. Я вот сегодня из дома 5 минут не могла заворота выйти, потому что такая пыль, что невозможно выйти. Это дорога в школу для школьников. Зимой эта дорога сужается до 3-4 метров и, соответственно, ДТП опасной становится она для детей. Очень много лет решается вопрос о том, чтобы для детей тротуар постелить там, чтобы они ходили. Конечно, хорошо, что фонари поставили, а вот по поводу этого асфальта проблема очень большая. С просьбой помочь в решении вопроса по ремонту дороги, а также установке камер наружного наблюдения, женщина и пришла на прием к депутату Госдумы. Встреча проходила с участием специалистов районной администрации. О ситуации жителей улицы Макаренко они знают и заверили, что решение вопроса по ремонту дороги у них в приоритете. По улице Макаренко пешеходный маршрут до школы. У нас на сегодняшний день стоит острый этот вопрос. Вопрос уже на стадии решения. В прошлом году мы сделали перенос высоковольтной линии 10 кВ, подготовили, получается, маршрут этот. И сейчас все зависит от финансовых средств. В этом году немножко тяжеловато из-за отсутствия возможности. Но, тем не менее, мы этот вопрос не исключаем из планов работ в 2022 году. К этому вопросу вернемся в третьем квартале 2022 года. К Рифатушу и Худинову обращались не только с общими вопросами, но и с проблемами частного характера. Так, например, супруги в свое время не успели оформить землю в собственность и теперь рискуют вовсе лишиться участка. В администрации района подчеркнули, что пробовали найти пути решения данного вопроса, но не могут идти в обход с законом. Закон, который вышел в последнее время, в каком-то 18-м году, гласит о том, что ни другого времени не оформленного участка, соответственно, они не являются собственностью. Владец, получается, не оформленный конца. Он не был до конца оформлен, получается, на сегодняшний день он числится как ничейный, он был предоставлен, но не был оформлен. И, соответственно, сейчас вот эти земельные участки, многие, которые у нас свободны, есть, мы обоставляем их на аукцион. Без аукциона мы их не можем. Но в аукционе они тоже будут участвовать. Ну, если поборется, пожалуйста, вопросов нет. Но мы идем в законном путем, но в исполнительной власти. Изучив документы, Рифат Шейхудинов попросил семью написать на его имя обращение. Здесь необходима хорошая юридическая консультация. Я так понял, что им был выделен взамен на их участок, который занял Орлан-нефть, им был выделен на муниципалитетом участок, районам. И этот участок они не успели оформить. И в соответствии с законодательством 2018 года все неоформленные участки признаны, соответственно, бесхозными. И район обязан их выставить на аукцион. В связи с тем, что этот участок примыкает к городу, там, понятно, ценники сейчас вырастут. Надо думать, как им, соответственно, помочь. Либо надо истребовать от Орлана-нефть, чтобы они взамен того давали участок. Либо как-то... Ну, посмотрим. Надо здесь посмотреть документы, надо посмотреть решение суда и более детально разобраться. Надо, да, здесь пытаться что-то сделать, потому что, ну, обидно, что людям дали участок, теперь их лишили их участка, получается. Но были на приеме и поводы улыбнуться, так как не только с проблемами и своими заботами обращались к народному избраннику краснокамцы. Некоторые пришли, чтобы просто выразить благодарность за ранее оказанную поддержку. Я просто пришла от имени пенсионера сказать вам большое спасибо за ту поддержку, за подписку, потом за ту развивалку, за хор ветеранов. Как рассказал депутат Госдумы, такие встречи помогают понять, как и чем живет народ, с какими проблемами они сталкиваются. Это, в свою очередь, помогает в его работе при вынесении законопроектов и поправок к ним. Для меня же это, прежде всего, база для внесения поправок и законодательства, изменения, там, корректировки. Потому что статус депутата не заключается в том, чтобы материальную помощь оказывать, да, а он заключается в том, чтобы мы меняли законодательство. Поэтому, вот, из последнего случая, то, что по земельному участку, надо посмотреть, может быть, мы, там, где-то должны продлять сроки регистрации, может, еще что-то, ну, то есть, надо смотреть. Что касается руководства района, ну, я считаю, что своевременно все они делают, вот, и видно, и как обновляется все. Мы готовим некоторые такие совместно с районом беседы, может быть, с «Роланнефтью» и с «Башнефтью», потому что они же раньше активнее помогали, а сейчас они и через фонд все делают. Отдают деньги фонд, и район их не видит, этих денег, потому что они все в республике растворяются. И республика уже их направляет на цели, которые более считают актуальными. А районы, которые, собственно, где и происходит добыча, да, где, соответственно, мы видим, что происходит там с землей, там и так далее, да, что там нефтяники и разбивают эту землю, и там трубы оставляют и так далее, то вот надо здесь думать, что, может быть, перераспределять фонд так, чтобы все-таки районом оставались средства, где идет добыча. По словам депутата, переговоры в этом направлении ведутся, но пока нефтяная компания настаивает на работе через фонд. Но Рефат Шейхудинов намерен продолжить искать решение этого вопроса. Возможно, придется выходить на правительство республики.